Буровая компания «ОАЗИС». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «ОАЗИС». Первоуральск, улица Серова, 3А. ОО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ОО «Экопласт». Мы вернули прошлогодние цены. Девушка, сегодня в рамках проекта у вас проводится акция. Вы можете пройти совершенно бесплатно, узнать свой статус. Это будет анонимно и только для вас. Бесплатно и анонимно узнать свой вид-штатус первуральцам предлагают волонтеры некоммерческой организации «Новая жизнь». Анализы все желающие могут сдать в передвижном пункте тестирования у торгового центра. Перед процедурой человеку проводят небольшое анкетирование. Специалисты не спрашивают ни фамилии, ни имени, не просят показать ни единого документа. Важно просто выяснить зоны риска, в которой находится обследуемый человек. Ирина решила сдать тест на ВИЧ ради интереса. Девушка признается, тщательно следит за своим здоровьем. Все стараются обезопасить себя всеми методами. И если вдруг появляется подозрение, все-таки проверится. То есть в этом ничего постыдного нет? Ни в коем случае. Это твое собственное здоровье, ты сам о себе беспокоишься. Процедура экспресс-тестирования на ВИЧ довольно проста и занимает всего несколько минут. Но для этого человеку нужно просто сдать кровь из пальца. Евгений, расскажите, как все это будет проходить. Смотрите, я показываю, как это все проходит. Мы достаем стерильный экспресс-тест, который запечатан изначально. Я все открываю при человеке, который непосредственно тестируется. Через несколько секунд совершенно безболезненно врачи берут анализ крови и смешивают ее со специальным реагентом. Он-то и позволяет узнать, есть ли у обследуемого вирус иммунодефицита человека. Через 10 минут результат виден на тест-полоске. Одно деление значит ВИЧ-статус «Отрицательный человек здоров». Желающих пройти тестирование на ВИЧ первые часы работы передвижного пункта немного. Волонтеры привлекают внимание прохожих, раздают информационные листовки, рассказывают о заболевании. «Пути передачи, потом как не передается ВИЧ, обследование на ВИЧ, как происходит, и пути передачи в основном». Люди до сих пор верят, что ВИЧ может передаться через бытовые приборы, например. «Да, люди до сих пор, многие думают, что от вкусов комаров еще передается ВИЧ-инфекция, к сожалению». 2,5% населения Первоуральска имеют ВИЧ-положительный статус. Это 3680 человек. По этому показателю Первоуральск, к сожалению, в числе лидеров в области. Проблема на сегодня и то, что многие могут быть не в курсе своего ВИЧ-статуса, не лечатся или не знают, как лечиться. Об этом не понаслышке знает Артем Сафронов. Вот уже 20 лет мужчина живет с ВИЧ-положительным статусом. Лекарства Артем стал принимать после того, как начались серьезные проблемы со здоровьем, и его парализовало. Мужчина признается, лечение не только поставило его на ноги, но и вселило веру, что жить с этой болезнью можно. Я и моя жена живем 20 лет с открытым лицом. У нас ВИЧ-инфицированный, ну как мы, по 20 лет ВИЧ-инфицированный, у нас ребенку полтора года, ну два уже почти, он совершенно здоров. То есть для этого надо просто принимать лечение и рожать здоровых детей. Вам не страшно? Вот вы так открыто рассказываете об этом, но все-таки общество, даже люди боятся, некоторые проверятся, а вы вот так открыто живете. Ну это, мне кажется, личная стигма у людей, потому что это уже обычное хроническое заболевание. Люди же не боятся, говорят, что у них диабет, которое хроническое заболевание. Также ВИЧ-инфекция уже 70% передается половым путем, это давно уже не болезнь наркоманов. Лечение работает таким образом, что блокируют вирус в организме. Вирус заблокирован, и он не передается партнеру. Важно лечить всех ВИЧ-положительных. И тех, кто уже знает о диагнозе. А в Первоуральске лечат ВИЧ-инфекцию 75% тех, кто стоит на учете. Я бы сказала, что это не так много. Очень важно, что лечились все или почти все. Узнать свой ВИЧ-штатус первоуральцы могут не только в мобильных передвижных пунктах, но и в поликлиниках по месту жительства, сдав кровь. Также в городе работает филиал областного центра борьбы со СПИДом. Он находится на Диносе по адресу улица Огнеупорщиков, 38. Там узнать свой ВИЧ-статус можно тоже анонимно.